Одна из самых сложных вещей, к которым мы пришли как цивилизация, — это язык. Но сейчас вы хотите завести язык, в котором существуют сотни и тысячи слов, к одному слову, и считаете, что это — шаг вперёд. Прадиб спрашивает. Нас часто ругают за употребление нецензурной лексики. В настоящее время она используется как разговорный сленг. Что плохого в использовании сленга, если я употребляю его в повседневной речи, без особого умысла? Видите ли, я расскажу вам историю. Одна очень хорошая девушка-католичка вышла замуж и переехала в дом к своему мужу. Через три дня она позвонила своей матери и сказала, «Мама, я не могу больше жить с ним». Он всё время произносит слова из четырёх букв. Мать спросила её, «Какие такие слова из четырёх букв?» Дочь ответила. Он постоянно говорит «обед», «ужин», «пыль», «утюг». Что же плохого в использовании слов? По сути, те слова, которые в большинстве случаев сегодня относятся к ругательствам, у нас есть свои ругательства. Какие-то просто являются частью языка, какие-то являются грубыми, некоторые предполагают определённые намерения, в некоторых упоминаются наши родственники, а некоторые используются просто, чтобы друзья могли подшучивать друг над другом. Но в основном нецензурные слова, которые вы используете сегодня в английском языке, заимствованы из Америки. Они либо про туалет, либо про спальню. Со мной произошла такая история. Это было много лет назад. Ко мне приехал один человек из Австралии. Я говорю о событиях почти сорокалетней давности. Я должен был показать ему Майсур. Как вы знаете, Майсур — это туристическое место. Ты же из Бангалзора, да? Поскольку это туристическое место со множеством достопримечательностей, я возил этого гостя на своём мотоцикле. Если я начинал ехать слишком быстро, то слышал от него «шит». Если тормозил — «шит». Когда он видел что-то прекрасное — «шит». Еда слишком острая — «оу, щит». Я начал размышлять, почему этот человек весь день повторяет слово «шит»? Словно это мантра. Я подумал, может, у него запор, и он хочет от него избавиться. Иначе зачем говорить об этом целый день, если желательно сделать это утром? Потом я заметил, что когда люди начинают злиться, то говорят «шит». И становятся немного спокойнее. Тогда я подумал, похоже, это работает для них. Тогда не буду вмешиваться. Потому что я считаю, что не нужно тревожить то, что кому-то помогает. Если что-то работает, оставим это в покое. Я начал размышлять над этим. Мы разработали глубокую науку о силе влияния звуков. Что они могут сделать с нашим сознанием, что они могут сделать с телом, что звуки могут сделать для активизации нашей энергии и многие другие аспекты. И затем начали произносить слово «шива». При необходимой подготовке, если вы произнесете этот единственный звук, вам не нужно верить в каких-то богов или во что-то еще. Один только звук взорвет вам мозг. Я могу показать вам. Затем я подумал. Мы пришли к этому с научной точки зрения. Они же пришли к этому по-другому. В звуке «шива» только «ши» является мощной частью. «Ва» добавляется для смягчения, чтобы людей не взрывало слишком сильно. Для баланса. Но некоторые люди вместо «ва» говорят «те». Я подумал, это ничего, все работает, тогда зачем? Потому что обычно, когда люди говорят слова слишком быстро, окончание «те» не произносится. Они говорят «ш». Даже я, когда говорю «шива», «ва» по факту не произносится. Получается просто «ш». Так что я пришел к выводу, что все в порядке. Какая разница? И тут же у некоторых людей появился вопрос. «Садхгуру, вы хотите сказать, что шива и дерьмо — это одно и то же?» «Наивысшее и самое низменное?» Я ответил. «Видите ли, все это деление на возвышенное и низменное — ваша выдумка. Но что касается вашего ума...» Если ваш словарный запас хранится в алфавитном порядке, «шива» и «щит» находятся рядом друг с другом. Вы не можете хранить «шива» здесь, а «щит» тут. У вас нет такой способности. Я не знаю, как слова хранятся в вашем сознании. Но, предположим, в алфавитном порядке. Они расположены рядом друг с другом. Поэтому вы не можете их разделить. Так что вопрос не в том, что хорошо, что плохо, что правильно, а что неправильно. Вопрос в том, будет ли это работать везде. Если вы будете постоянно гадить повсюду, будет ли это работать на вас? Вот в чем вопрос. Для молодежи это ничего. Вы же говорите «шит-шит» повсюду. Но теперь дело дошло до Соединенных Штатов. Даже руководители высшего звена запросто употребляют эти слова в своей речи. Когда произносятся такие слова в международном сообществе, все кончено во многих смыслах и отношениях. Не из-за чего-то особенного, а просто потому что… Если вы посмотрите некоторые американские фильмы, стендап-комиков, они строят целое предложение из одного слова. Да, целое предложение. Это всего лишь одно слово, повторенное по-разному. И они превозносят такой стиль. Я хочу сказать, что для развития и эволюции сложного языка потребовалось очень много времени. Человеческому уму потребовались тысячи лет. Одна из самых сложных вещей, к которым мы пришли как цивилизация — это язык. Язык — это не какая-то мелочь. В Индии у нас 1300 языков. Сколько гениальности должно быть заключено в том, что вы говорите на Марате, кто-то говорит на Телугу, кто-то говорит на языке Канада, кто-то на Канкани. И на протяжении тысяч лет, хотя вы жили бок о бок, вы поддерживали свою литературу, а они свою — это удавалось сохранять. Для развития языка требуется определенный гений. А теперь, когда в языке есть сотни и тысячи слов, вы хотите свести все к одному слову и считаете, что это шаг вперед. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok